Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотел бы предложить вам это место, Евангелие от Луки, еще раз говорю, 17 глава с 1 по 10 стихи. Давайте вместе с вами прочтем и немного поразмышляем об этом. Итак, 17 глава Евангелия от Луки. Сказал также Иисус ученикам Своим. Продолжение следует... Наблюдайте за собой. И сказали смоковнице этой, «Исторгнись и переселись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее сядь за стол? Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Если говорить об этом месте, то здесь некоторые могут найти три совершенно отдельных мыслей. И действительно можно и проповедовать на совершенно разные эзи-темы. Но сегодня я хотел бы предложить вам рассуждение и вот этот отрывок рассмотреть как одну продолжающуюся мысль. Я думаю, что вы видите в этом смысл, и я попытаюсь поделиться своими рассуждениями. Хотел сразу заметить, что это слова нашего Господа Иисуса Христа. И Лука всего лишь навсего их передал. И начинается это учение, я бы его так сказал, с не очень приятной для нас новости. И она заключается в том, что Христос говорит, что невозможно не прийти с облазном. Невозможно не прийти с облазном. То есть в нашей жизни эти с облазны все равно будут, хотим мы или не хотим. Ну, так создан человек, что, в общем-то, всякие трудности, которые приходят в его жизнь, он всякими путями хочет все-таки избежать. Вот в этом отрывке, все-таки, когда речь идет о соблазнах, мы говорим о негативной ее стороне, значении этого слова. Конечно же, мы иногда и употребляем в позитивном значении слово «соблазн». Например, когда мы можем слышать такое выражение, что нас соблазнили, допустим, прочесть хорошую книгу. Можно и по-другому сказать, но иногда люди и так говорят. И, в общем-то, здесь и позитивный смысл этого. Но здесь, когда Господь говорит о соблазнах, Он говорит о ее негативной стороне. Действительно, вот каждый грех, который приходит в жизнь человека, он приходит через соблазны. Когда-то кто-то посмотрел не туда, куда нужно посмотреть. Когда-то кто-то послушал то, что не нужно было слушать. Когда-то кто-то пошел не туда, куда нужно было идти. И этот список можно было продолжить. Я сразу вспоминаю первый псалом. Помните, да, когда псалмопевец воспевает и говорит о том, что те люди блаженны, которые не стоят, не идут, не стоят и не сидят. Помните, да, это место? Вот он, высветим. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Так было с самого начала, когда дьявол соблазнил Еву. И, к сожалению, так происходит вот в наши дни почти с каждым человеком. Если вспоминать послание Иакова, то мы знаем, что Иаков пишет, помните, да, он говорит, что Бог не искушает никого злом, но человек сам искушается собственными вредными привычками, похотями, которые у него есть. И вот здесь я хотел бы заметить, что между искушением и именно соблазнами очень-очень близко эти слова стоят по значению. Можно их назвать даже синонимами. Иногда, конечно, когда мы употребляем слово «соблазн», мы чаще всё-таки влаживаем в это слово положительное значение. Я говорю о том, вот это место конкретно говорит об отрицательности соблазна. И чтобы избежать вот этого, нам просто стоит не ходить, не смотреть, не слушать. Знаете, вот здесь вот, когда Христос учит об этом, Он говорит немного о другом. Это то, что человек сам может контролировать и сам может просто избежать некоторых ситуаций, которые его, естественно, повлекут к чему-то нехорошему и конкретно ко греху. Но здесь вот Христос хочет показать, что в жизни бывает совершенно по-другому. Например, если кто-то, придя в церковь, слышит призыв и повинуется Духу Святому, который призывает к святой жизни и принимает решение ходить в церковь, принимает решение быть среди верующих людей и быть в семье. И вот для такого человека со стороны других приходят соблазны. Именно вот к таким обращается Христос и говорит, прежде чем ты что-то скажешь или что-то сделаешь, ты должен очень-очень хорошо подумать. Остановись. Потому что от твоего поступка, от твоих слов может зависеть жизнь или решение, или судьба вот того человека, того, можно сказать, младенца во Христе или твоего брата или сестры. Он говорит об участи, которая ожидает такого человека. Я не знаю, страшная смерть, когда твои легкие за место воздуха наполняются водой. И Христос говорит, что, тем не менее, для человека, который соблазняет, лучше такая смерть, нежели чтобы он продолжал соблазнять кого-то из своих братьев и сестер. Но вот так создан человек, что он несовершенный. И каждый из нас может и согрешать где-то, и падать. Но есть хорошая очень новость в том, что процесс духовной смерти это не дело всего лишь одной секунды. И значит, у нас, у всех, особенно у тех, кто подает соблазн, есть время поправить это положение. Обычно вот те, так сказать, младенцы во Христе, они очень чувствительные люди и очень ранимые. и в принципе каждый из них ожидает самого лучшего отношения к себе. Но я хочу заметить еще один момент, что вот эти люди очень часто ожидают даже больше, чем хорошего отношения к себе. это увидеть вот разницу между тем, в чем они жили раньше и что у них есть сейчас. Они хотят увидеть вот своих братьев и сестер по вере чем-то отличающимися от того мировоззрения, которое было у них прежде. И Христос здесь говорит о самой, наверное, большой проблеме, которая существует в семье, вот христианской семье. Это проблема, проблема непрощения. Оказывается, не простить это трудно, но указать обидчику на его неправильные действия это не менее трудная задача, и причем это сделать с правильной мотивацией именно. я хочу заметить, что люди действительно многие не знаю по своей наивности или же по своей простоте действительно не замечают того, что они могли что-то сделать плохого. И вот сказать им об этом это тоже не так просто. но когда человек услышал или он сам догадался о том, что он что-то сделал неправильно и тем самым подал повод соблазнять кого-то, то вот в такой ситуации Христос говорит, если этот человек кается, то противоположная сторона должна его простить. и Христос говорит простить до семи раз. Я не знаю, вот в одном и том же повторяется этот проступок у одного и того же человека в течение семи раз. Не знаю, но когда ученики, помните, спросили, до скольки раз прощать своему брату, то Христос, помните, что ответил, да, не говорю вам до семи, но говорю до семи, между семидесяти раз. Я думаю, что при таком количестве обязательно одни и те же проступки повторялись. И тем не менее, он говорит, все равно прощайте. Когда ученики об этом услышали, я думаю, что они просто-напросто схватились за голову. Знаете, каждому человеку свойственно идти путем наименьшего сопротивления. И ученики, они не были исключением в данном случае, и они говорят, хотят, вернее, идти таким путем, чтобы не приложить к этому своего какого-то усилия. И они говорят, Господи, умножь в нас веру. Другими словами, можно сказать, что мы сможем поступать вот так, как ты нас учишь, только после того, когда ты умножишь в нас веру. Действительно, можно подумать о том, что у них вообще не было веры никакой, потому что Христос говорит дальше, что если бы у вас была вера с горчичное зерно, и вы бы сказали горе этой. То есть, другими словами, вы бы творили бы чудеса в своей жизни. Но я хотел бы сегодня предложить вам немного другую объяснение этого стиха. Я объясню, почему, потому что мысль не заканчивается на этом, как мы с самого начала говорили. Христос как бы говорит, дело вовсе не в вашей вере. Вот той веры, которая вот такая маленькая, ее достаточно для того, чтобы делать вот такие чудеса. И тем более ее достаточно для того, чтобы вы могли прощать тому, который кается. Пусть он даже одно и то же делает в семь раз подряд. Но дело все не в вере, а в вашей, может быть, можно так сказать, амбициозности или гордости. и эту мысль он тут же подтверждает притчей. Давайте ее еще раз прочтем, эту притчу. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и припоясавши, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вами, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Посмотрите, здесь Христос как бы говорит, независимо от того, кто является господином. Даже если бы каждый из вас был бы господином, то он не стал бы благодарить своего раба, который исполнил ваше приказание. Но раб остается рабом. и при этом он продолжает жить. И у такого человека всегда есть два выбора. У него есть выбор обижаться, быть недовольным на свою судьбу, на несправедливость жизни, которой он оказался. И есть другой выбор научиться все-таки радоваться и жить в том положении, в котором он находится. и быть довольным просто. И вот знаете, чтобы произнести вот эти слова, которые записаны в 10 стихе, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Эти слова невозможно произнести, если в человеке, в любом, будет огорчение или будет вот эта гордость, о которой я говорил. Если такой человек будет продолжать задавать, можно сказать, глупые вопросы, а чем я хуже своего господина? можно ответить так, ты действительно ничем не хуже, просто Бог есть Бог, ты есть ты, господин есть господин, а раб есть раб. И у каждого свое предназначение, и каждый выполняет то, что он должен делать. И вот заканчивая, я хотел бы как бы подвести итог, что именно гордость, именно она, не вера, о которой просили ученики умножить, именно гордость в человеке не дает ему и не позволяет произнести вот эти слова, которые мы только что прочитали из 10 стиха. Именно гордость не позволяет человеку простить. Именно гордость не позволяет с любовью сказать обидчику, что он неправ. Именно поэтому в жизни приходят вот эти соблазны. Но заканчивая, я бы не хотел бы, знаете, вот так опустить человека, нас с вами. Гордость это плохое. Качество, мы это все прекрасно понимаем, знаем, и, наверное, каждый из нас хочет от этого освободиться. Но я хотел бы напомнить всем нам, что мы цены в глазах Бога. И доказательством этого служит его смерть за нас. И знание этого, оно позволяет нам не жить разочарованной жизнью, но жить жизнью радости и победы. И пусть нас Господь благословит в этом, чтобы наше стремление было правильным, чтобы мы знали, что нам все-таки мешает больше всего. Мы об этом говорили. Пусть Бог благословит всех нас жить праведной жизнью. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я Тебя благодарю за то, что в этот вечерний час Ты позволил быть в Доме Твоем. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через Слово Свое, и мы можем Тебя познавать глубже и сильнее. Господи, мы благодарим Тебя за те откровения, которые Ты послаешь. Мне лично в жизни я благодарю Тебя за то, что есть стремление к святости, есть стремление к тому, чтобы исполнять волю Твою. Я благодарю Тебя, что и моих братьев и сестер есть это же стремление. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты говоришь нам о том качестве человека, которое ставит его в такое положение, где ему очень трудно самому. Удали, Господь, силою Твоею и дай, чтобы каждый из нас понял, что гордость это то качество, которое тянет нас вниз. Когда-то действительно из-за гордости дьявол не спал. Я прошу Тебя, помоги, зная все это, жить так, как хочешь Ты. И Ты будешь в помощь нам, и мы Тебя за это благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.